Привет! Как дела? Сегодня я расскажу про выставку еды под названием Specialty and Fine Food Fair, то есть про ярмарку фирменной и изысканной еды, которая обычно проходит в начале сентября в выставочном центре Кенсингтон Олимпия в Лондоне. Впервые я побывала на этой выставке в 2014 году, тогда она, по-моему, только-только начиналась. И я ходила туда снимать репортаж еще для агентства Демотикс. Да, я еще когда-то работала в этом агентстве, которое в 2015 развалилось. И, кстати, в 2015 я тоже успела туда сходить в качестве журналиста от этого агентства и уже взяла с собой подругу. Потому что с Ирой мы познакомились недавно, как раз летом, и в сентябре, говорю, хочешь сходить на выставку, там дают хорошие такие гуди-бэги. Гуди-бэг – это большая сумка с какими-то продуктами. Ну, продукции с выставки в качестве рекламы дается журналистам, чтобы они могли попробовать и что-то рассказать про тот или иной продукт, написать в своих блогах, колонках, видеоматериалах. В общем, подкупают так мидия. И она говорит, да, конечно, она всегда с любой кипиш, чтобы что-либо где-нибудь досталось бесплатно. Это очень как бы воодушевляет человека. Ну, я не очень так стремлюсь к этому. Ну, почему нет? Очень приятно всегда получить что-то со стороны бесплатно. И именно в этот год нам дали большие, такие огромные сумки, мы еле утащили. Там было много соусов, всяких пробников, каких-то коробочек с конфетками, какие-то джемы, соки, лимонады, очень много всего. Они, естественно, все в бутылках, в коробках, все тяжелое. Плюс к этому там чуть ли не рис, мука, все такое вот по одному, по два килограмма. И мы это все, конечно же, притащили домой. Ну, забрали это из пресс-центра, когда уже уходили, потому что таскаться с этим по выставке очень тяжело. Кстати, видели мужик, два или три раза приходил в пресс-центр, уже даже с чемоданчиком, чтобы взять побольше этих гудибегов. В следующие годы они уже под запись начали выдавать, потому что, ну, поняли, что люди приходят конкретно за продуктами и даже не ходят, не снимают, ничего не пишут. Но я все снимала, как на фото, так и на видео. Видео, к сожалению, пропало, осталось только в 2018 году. Я сделала ролик, вам покажу его в самом конце. И про саму выставку, что я могу сказать? Там очень такая дорогая, эксклюзивная еда, привезенная со всего мира, представляется на различных стендах. В основном Италия, Испания, британская еда. В основном европейская. Но бывают и там из Китая, вот китайский чай был, много тортиков, всяких пироженок. Теперь уже понятно, наверное, почему я такая упитанная. Там все это дают попробовать, прямо буквально тоннами. Но, конечно же, подходя к стенду, ты должен как-то пообщаться, тебе должны рассказать про продукт, чтобы ты попробовал его. Очень много всякой пиццы. Там прямо очередь из мужиков выстраивалась, и мы тоже с подругой в очередь вставали, чтобы получить кусочек пиццы, попробовать. Очень, кстати, вкусная итальянская пицца была представлена. Также было очень много сыров. Итальянские сыры нам очень понравились. Мы несколько раз подходили к этому стенду, чтобы взять, попробовать тот или иной сыр. Также нам нарезали прошутто, хамон, много всяких грибов, меда, растительного масла. Это тоже складывали нам в сумки. В общем, приходили мы с этой выставки достаточно. Ну, этих продуктов, я могу сказать, мне хватало на месяц. Так вот, чтобы разбавить со своей едой каких-то соусов, приправить к пасте. Кстати, и паста там была представлена, тоже готовили. Прямо все готовят в выставочном павильоне и дают вам попробовать. На выставке были представлены березовый и морковный сок, которые мне очень понравились. После этого я уже стала сама готовить себе овощные соки. А также мне даже удалось попробовать медвежатину. Я всегда, естественно, налегала на сладенькое, где дают пироженку попробовать. Это прямо мое-мое. Но больше всего мне, кстати, понравилось на этой выставке цукаты. Я очень люблю сушеные фрукты, обработанные в сахаре, естественно. В общем, цукаты я люблю делать. Кстати, я недавно сделала джем из апельсиновых корок, тоже цукаты. И прикреплю ролик чуть-чуть попозже, покажу вам производство этого продукта. В 2018 году я ходила туда с мамой. Нам тоже там что-то дали, что-то мы попробовали. И вот как выглядело это шоу в 2018 году. Смотрите сейчас. Смотрите сейчас. Смотрите сейчас. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!